Привет, мои хорошие! Меня зовут Дарья, и я очень рада видеть вас на своем канале. Сегодня мы поговорим с вами о холстах, а точнее о том, как именно я делаю холсты и что для этого используют. Поэтому, если вам интересна данная тема, то оставайтесь со мной. Итак, чтобы сделать вот такой вот холстик, нам потребуется изначально взять все самое необходимое. Первым делом нам, конечно же, понадобится подрамник, сама деревянная часть, на которую натягивается холст. Его можно приобрести в художественном салоне, либо заказать, чтобы вам сделали багетной мастерской. Особенность подрамника в том, что у него существует вот такой вот бордюрчик, который позволяет холсту не прилипать к самому подрамнику. И не деформируется ткань. То есть, сам подрамник, как барабан, и он не прилипает к холсту. Конечно же, нам понадобится сама ткань, которую мы будем натягивать. Можно взять в салоне художественный холст, либо купить его в каком-то магазине ткани, именно холст для живописи. Но я использую двунитку. Это такая вот ткань. Я вам уже про нее рассказывала в творческих покупках, но у многих было много вопросов, что же это такая за ткань. Называется она «Двунитка». Продается в магазинах тканей, именно тканей, так сказать, не элитных, а обычных, хлопчатобумажных. Наверное, как-то так. То есть, в обычном салоне ткани вы такую ткань, конечно же, не найдете. А в тех салонах, где продается ткань для рабочей одежды, то именно там данная ткань и обитает. Далее нам понадобится степлер, которым мы будем натягивать саму ткань. И еще пригодится желатин, чтобы холст проклеить, и грунт, чтобы холст прогрунтовать. Это все нужные материалы для создания холста самостоятельно, своими ручками. Для начала нужно приготовить желатин. На 1 столовую ложку желатина требуется стакан горячей воды. Все это тщательно размешиваем и ставим в холодильник. Пока наш желатин застывает, берем подравник, бордюрчиком ставим его на ткань. Отрезаем ткань нужного нам размера и степлером натягиваем ткань на подравник. Сначала с одной стороны, скобы ставим плотно друг к другу и потом с противоположной стороны натягиваем ткань. Натяжение делаем не слабым, но и не очень сильным. Потом закладываем уголки. И натягиваем с оставшихся сторон. После чего нужно холст проклеить, достаем желатин. Примерно он должен постоять часа 2 до полного застывания. Немножко топим его в руках и начинаем втирать в холст. Полностью холст таким образом проклеиваем желатином. Также обязательно проклеиваем и торцы. То есть не только лицевую часть, но и боковые. Торцы тоже проклеиваем. Потом шпателем, либо какой-то старой кредитной картой, либо мастихином, как в моем случае, убираем лишний желатин, чтобы слой был очень тоненький. И даем холсту высохнуть. Так наносим желатин 2-3 раза, в зависимости от размера холста. То есть нужно проклеить хорошо. Одного раза недостаточно. Далее после полного высыхания нужно покрыть его акриловым грунтом. Он должен быть плотным, как барабан. Акриловый грунт я развожу в отдельном контейнере немножко водичкой. Так как вы видите, он достаточно густой. И наносить такой густой грунт неудобно. Так как тоже грунт надо наносить несколькими слоями. Я добавляю в него немного воды и большой строительной кистью все это размешиваю. Консистенция должна быть как у жидкой сметаны. И потом грунтую холст плотным слоем, полностью его прокрашиваем хорошо. Обязательно смотрите, чтобы не было никаких волосков от кисточки, от домашних животных, если они есть. И опять же обязательно прогрунтовываем торцы. Клеенные и грунтованные торцы признак хорошего, качественного холста. Грунтуем холст также на 2-3 раза. Обязательно каждый слой просушивая. И холст готов к работе. И в итоге вот такой вот у нас холст получается. Можно делать, конечно же, любой размер. И в любом количестве. Я делаю сразу много холстов за один раз. И в течение месяца их, так сказать, трачу. А потом натягиваю снова и снова себе большое количество холстов. Делаю я это часто. И этот способ мне очень нравится. И пока ни один холст, сделанный таким образом, меня не подвел. Если вам данное видео было полезным, интересным, то обязательно поставьте лайк. Расскажите о нем друзьям. Я очень рада, если я кому-то помогла данным видео. Воссоздание холстов, так как холсты в магазине стоят достаточно дорого. А данный способ является очень бюджетным за счет того, что за место холста используется двунитка. Так как эта ткань не такая дорогая, как художественный холст. И, возможно, я помогла вам сэкономить. И на этом все. Надеюсь, это видео было для вас интересным и полезным. Помните, что рисовать может каждый. С вами была Дерри Арт. И пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok